Окружные депутаты-единороссы, серебряные волонтеры, общественники пришли в Одинцовскую библиотеку номер один, чтобы проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны. Организатором ежегодной акции выступает молодежный парламент при Государственной Думе, а помогают им в этом активисты молодой гвардии муниципалитета. Информация занималась сама молодая гвардия, получается, а сама молодая гвардия собирала людей, собирала наших людей, чтобы они помогали в стуле, в столе и раздавали все листы для ответов. Мы проводим тест по истории, мы хотим проверить, насколько разные поколения знают хорошую историю. Тест на знание истории приурочен сразу к двум памятным датам. Дню неизвестного солдата, который отмечают 3 декабря, и 5 декабря – начало контрнаступления советских войск в битве 1941 года под Москвой. Знать и чтить историю своей страны – долг каждого человека. Я считаю, что это очень важно для нас, чтобы каждый из нас знал историю нашей Родины. Наши победы, подвиги наших дедов, отцов и прадедов. И поэтому мероприятие очень знаковое. Старшеклассник Дмитрий Дудченко – муниципальный координатор мероприятия от Молодежного парламента. В историческом тесте принимает участие впервые. Организовывать такую значимую акцию было волнительно, признается юноша. Моей задачей было организовать площадку, оповестить людей, дать рассылку по группам всевозможным. Также распечатать, подготовить тестовые вопросы, бланки и сертификаты. Тест включал 40 вопросов различной сложности о значимых событиях и фактах истории Великой Отечественной войны и 4 варианта ответа, только один из которых правильный. Окончательный вариант теста был разработан при участии группы ученых Военного университета Министерства обороны Российской Федерации. На выполнение задания отвели 40 минут. Максимальное количество баллов – 40. Как использовали подбитые танки в продолжение боевых действий? Сколько женщин, имевших офицерское звание, насчитывала Красная Армия? Вопросы теста «Большая история» нельзя назвать легкими, но то, что они интересны и добавляющие полезных фактов в копилку знаний, совершенно точно. Полина Толмачева, Михаил Лакеев, телекомпания «Одинцова».